в будущем перед соотечественниками. Должен признаться, что докладывать на русском языке мне приходится нечасто, поэтому не судите строго, если вдруг использую какие-то английские слова или выражения. Как JP упомянул в своем выступлении, представление Windows Vista, Office 2007, Exchange and SharePoint 2000-2007 поистине историческое событие. И это историческое событие открывает новую волну инноваций, новую волну технологий, которые будут выставлены на рынок в 2007 и в начале 2008 года. В этот период ожидайте нас представить на рынок более 30 продуктов, которые войдут в эту волну инноваций Vista. Продукты, которые помогут вам полностью воспользоваться всей инновацией и всеми усовершенствованиями, которые входят в эти продукты. Кадры решают все. Конечно, можете сказать, что это клише советских времен или какие-то старые лозунги, однако, если вы посмотрите на работу современного предприятия, действительно люди решают успех этого предприятия. Не какие-то абстрактные системы, не какие-то абстрактные процессы, а люди, люди, которые развивают отношения с заказчиками, люди, которые развивают инновацию, люди, которые продвигают новые технологии, люди, которые улучшают организационные процессы, и люди, которые работают с партнерами. И наша задача, задача корпорации Microsoft, это предоставить программное обеспечение, которое подготовит этих людей к завтрашнему дню, которое даст им всю нужную инфраструктуру и все нужные технологии для того, чтобы они смогли решать каждодневные задачи как сегодня, так и завтра, чтобы они могли найти нужную информацию, когда эта информация им нужна, чтобы они могли связаться быстро с партнерами или с заказчиками, чтобы они могли работать и повышать свою производительность каждый день. Как GP уже упоминал, индустрия развивается и развивается весьма быстро. Производительность компьютеров растет каждый день. Всего несколько недель назад Intel представила уже четырехъядерный процессор. То есть это не только развитие по законам Мора, когда процессорная производительность растет сама по себе, это также увеличение количества ядер, которое позволяет нас делать и решать более сложные и сложные задачи, но фактически в аппаратуре, которая стоит значительно дешевле, чем стоила раньше. Сетевая работа, возможность связываться как с серверами, так и межклиентский обмен вышло на такой уровень, когда мы фактически можем находиться в режиме «оис-он», всегда подсоединены. Программное обеспечение как сервис. Наши заказчики во многих странах ожидают нас представлять программное обеспечение, представленное как сервис в виде веб-хостинга. Это также позволяет решать целый ряд новых задач, позволяет более гибко решать проблемы современных предприятий. Стоимость накопителей и стоимость хранения данных постоянно идет вниз. Терминология, которую мы используем сегодня, чтобы отписать размеры данных, которые хранятся на этих накопителях, просто невообразима. Если несколько лет назад слово «гигабайт» оказалось весьма странным и огромным, сегодня мы говорим о терабайтах и так далее и тому подобное. Это просто феноменально, какие задачи мы можем решать сегодня. Ну и, наконец, виртуализация. Виртуализация, которая позволяет нам организовать очень гибкие data centers, очень быстрые центры по обработке данных, которые позволяют динамично распределять нагрузку, динамично распределять виртуальные машины, динамично решать задачи именно тогда, когда бизнес нуждается в решении этих задач. Индустрия развивается, однако жизнь сотрудников IT, жизнь людей, которые каждый день обслуживают информационные технологии, не становится легче. Если вы посмотрите на эту диаграмму, вы увидите, что целый ряд вызовов, целый ряд давлений идет на службы IT со многих-многих направлений. Работа должна осуществляться фактически каждый день. Заказчики и ваши конечные пользователи на сегодняшний день ожидают от компьютеров такой же производительности, к которой они привыкли от телефонов. Фактически компьютер должен быть просто как телефонный сигнал. Вопросы безопасности, вопросы защиты, вопросы требования регулирующих инстанций, технология и охват этих новых технологий, борьба с конкурентами технологии и результат охвата этих новых технологий. Все это давление, в общем, приводит информационные технологии и службу информационных технологий к тому, что они проводят большую часть своего времени, более чем 70%, обслуживая существующие технологии, обслуживая то, что у них уже есть. И фактически оставляем очень мало времени, какую-то малую часть того, что они делают, и малую часть их бюджетов на то, чтобы охватить новые требования, для того, чтобы идти нога в ногу с бизнесом и давать бизнесу те результаты, и зарабатывать новые технологии.